В Павлодаре уже несколько месяцев проблемы с поставками угля. Жители ждут вагоны неделями, занимают очереди ночью. О дефиците заговорили еще в сентябре. Правда, тогда чиновники заверяли, что у них все под контролем, топлива хватит всем. По факту ситуация только ухудшается. И немалую лепту в это вносят перекупщики. Наш корреспондент в регионе Галина Трощева обратилась к каким у города Павлодар. Вот что он ответил. Для павлодарцев очереди за углем стали привычным делом. По истине черное золото. Приходится ждать не одну неделю. Вот так стоим, ждем. Один вагон сейчас поставят, говорят сейчас прям один вагон. Чего это один вагон будет? Более мощно считать, сколько людей ждут в очереди. Четыре вагона за полтора часа закончились. Разобрали. Правда, неважный был, но разобрали. Что теперь делать? Топить нечем людям. Заявок много, а на тупиках пусто. Причин никто не объясняет. Только выходные. Сюда доставили 32 вагона. Это больше 2000 тонн угля. Через три дня твердого топлива не осталось. Объемы проплаченные лежат на Майкубе. А когда отгрузки будут налажены в полном объеме, мы пока тоже не знаем. Если раньше они грузили, по 30 вагонов, по 20 вагонов. Сейчас ничего никто не может сказать. Почему такая ситуация? Никто не отвечает. Месяц назад руководство Майкубенского угольного разреза, говоря о перебоях с поставками, ссылалось на плохую погоду. Тогда аномальный дождь размыл подъездные пути для тяжелого транспорта. Ситуация оказалась на руку перекупщикам, которые взвинтили цены. Сегодня стоимость за тонну твердого топлива достигает 17 тысяч тенге. Сложнее всего приходится жителям отдаленных сел. Они вынуждены покупать по завышенным ценам участников. Но в городском Акимате не считают это проблемой. Буквально я вчера смотрел данные по обеспеченности углем. На семи базах у нас находилось больше 8 тысяч тонн. И насколько я не ошибаюсь, этого угля. Основные у нас популярные угли – это разрезы в Майкубе каражера. По ним сложности я сегодня не наблюдаю. Власти в очередной раз пообещали разобраться и провести мониторинг цен. А между тем дефицитный товар продолжает дорожать. Люди не успели запастись на зиму. А синоптики прогнозируют сильные холода уже на неделе.